Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 22 июня. У нас на улице холодина, 7 градусов. Видите, вот эта теплица, как я вам показывала, она вся запотелая, туманно. Так и она осталась запотелая. Даже в придомовой теплице всего 11 градусов. Я вот хотела все, говорила вам, посмотрю потом в холодный период, будут расти огурцы или нет. И огурцы действительно, вот за эти два дня, пока я сюда не заходила, они не сильно увеличились. Как вот один был большой, а эти были вот такие, как молоденькие. И они не очень-то и растут. Действительно, при такой температуре, 11-10 градусов, огурцы не очень сильно развиваются. Ну и ничего страшного с ними не происходит. Они как стояли, красивые, зеленые, так и стоят. Так, двери уже четвертый день закрыты полностью здесь, с обеих сторон. И я с большим интересом прочитала сообщение, где одна зрительница написала, что она никогда, ни в коем случае не закрывает огурцы. Один раз всего на одну ночь закрыла, но на одну ночь, там на одни сутки, все огурцы сразу заболели и умерли. Не могла их спасти. Мне это очень интересно. Я не пойму, почему. Если огурцы здоровые и как бы, ну не знаю я, что с ними может случиться. Если грунт нормальный и огурцы здоровые, я думаю, что при закрытых дверях, вообще в теплицах их выращивают весной, всегда при закрытых дверях. Сейчас посмотрю вторую часть огурцов, там где арка, выросли ли там огурцы. Ну не знаю, как насчет плодов, но объем листев точно увеличился за эти два дня. О, а зазуля, кстати, выросла хорошо. Помните, они были такие небольшие. Зазулям всегда требуется больше времени для формирования плодов, потому что они длинные и у них один плод может вырасти до 200 грамм. Если те маленькие, все такие корнишончики, то это не корнишонного типа, а вот такого, как зеленец удлиненный. Ну, сделала вывод, что закрытые двери не мешают огурцам развиваться. Все они растут, листья зеленые, хорошие. Ой, сейчас пойдем на улицу смотреть томаты. Я два дня не выходила в огород. Во-первых, там холодно, дождь, холод. И у нас был еще внук на выходных. Сидели дома, вообще не выходили никуда. Выйти было невозможно. Огурцы там, вероятно, трясутся, потому что 7 градусов на улице. Холодно. Такая погода, конечно, самая страшная для томатов. Мало того, что ночные температуры очень низкие. Вот вчера дождя уже не было. Если какие-то ряды сухие, то большинство рядов, утром я вот вышла сейчас, покрыто вот этой холодной росой. Видите капельки? Вот эта холодная утренняя роса, это самая страшная для томатов. Если будет продолжительный период, видите, они прям переливаются, как эти, как бриллианты. Если будет продолжительный период, вот так, холодная ночь, потом вот эта вот утренняя роса холодная, то, скорее всего, тут может у томатов, сейчас, подождите, вылезет, начаться какое-то заболевание. И вот в такой ситуации, возможно, придется делать профилактическую обработку, даже не дожидаясь болезни томатов. Если длинный, ну такой длительный, продолжительный период, холод, мокро, вот эта вот роса, однозначно спровоцируется какое-то грибковое, грибное заболевание. И тут, конечно, нужно решать, будете вы обрабатывать или нет. Но многие, не дожидаясь этого заболевания, делают обработку томатов от заболеваний. Ну, от болезней. Ну, тут надо смотреть, опять же, я вот утром сегодня вышла, думала, то ли сделать опрыскивание. Но делать опрыскивание бесполезно, потому что температура, если 7-8 градусов утренняя и холодно, то обычно в такие периоды никакие обработки не помогают, растение не усваивается. Они тоже так же, как огурцы, томаты, стоят, вероятно, как в коме. А потом вот сейчас, думаю, ну будет сейчас потеплее, может быть, брызну пойду. А потом выйдет солнце и опять обрабатывать нельзя. Тут еще эффективность нашей обработки, опрыскивания вот этого, зависит от правильного выбора времени, температуры. Надо, чтобы солнца не было. Но надо, чтобы было хотя бы 12-13 градусов, не ниже, иначе ничего это не сработает. И иногда бывает, что не можешь выбрать время. Так остается все без профилактики. А потом хоп, и видишь уже, здравствуй, фитофтора. Но у меня последние несколько лет фитофтора не было, к счастью. Думаю, в этом году тоже обойдется, потому что у нас, по прогнозу, через 2-3 дня будет уже тепло. И, возможно, таких холодных ночей не будет. Еще зависит от здоровья томата. Если томат здоровый, если растение сильное, то, возможно, они этот непродолжительный период, несколько дней, например, 3-5-7 дней, он переживет вот этот холод, вот эту сырость. Конечно, фитофтора начинается всегда в первую очередь на слабых, на обессиленных томатах, у которых маленькая сопротивляемость. Но я смотрю вот на эти кусты, которые зеленящие, такие листья хорошие, все. Я думаю, что им, ну, фитофтори, они не по зубам, но очень хорошо выглядят. Но опять бывают разные ситуации. Если будет сильно продолжительный период, заболеют и эти. Так, пойдем дальше. Во всех теплицах и там, где еще нет плодов, и там, где плоды уже спеют, вот при такой температуре у меня, когда 7 ночью, 9, 10, одна дверь, вот та задняя, у меня была закрыта полностью, я не закрываю, потому что все-таки не хочется здесь создавать такой микроклимат благоприятный для заболеваний. Если полностью захлопнешь, то будет влажно, тепло, без проветривания. Каждый из нас боится каких-нибудь там, ну, фитофторы, кладоспариозов, ну, всяких вот этих грибковых заболеваний. Которые возникают в таких условиях. Ну, и вот у меня одна дверь была всегда закрыта все эти дни, и днем, и ночью. А вот эта одна входящая была открыта, чтобы немножко все-таки здесь воздух менялся. Хоть и не проветривался, но чтобы не застаивался, чтобы не было застоя воздуха. Ну, вот сегодня уже вроде днем будет потеплее. Если солнце выглянет, задние двери обязательно открою. Надя, иди, открой дверь, и все равно ничего не делаешь. Сегодня первый раз за эти три дня также приоткрою чудо-теплицу и открою агро-щит, где у меня прячутся от холода перчики и баклажаны. Ну, и, конечно, вот такая дождливая сырая погода, она, как сказать, стимулирует все равно вот эти томаты на рост зелени. Вот эти вот ступени, которые, помните, я показывала, что надо подкормить там хилые, слабые, желтенькие. Вот так вот у меня теперь выглядят хилые, слабые, желтенькие. Дождь льет, а не зелень все равно прет, растет. Нужно уже, по-моему, их ограничивать, убирать теперь вот эти. Я же их высадила поздно, еще даже не посынковала. И вот весь ствол за все эти дни оброс огромным количеством пасынков. Вот работа мне на ближайшее время. Посынковать томаты поздно высаженные. Ну, все, пока я ходила, осматривала свои владения, выглянуло солнце. Сегодня уже погода получше будет. Самые страшные холодные ночи 7 градусов, 8 градусов мы пережили. Теперь буду ждать последствия. Какие будут последствия, не заболеют ли томаты. Потом обо всем вам расскажу. Читаю ужасные комментарии. Где-то уже даже до минуса дошло в каких-то районах. У кого-то замерзла картошка, у кого-то замерзли все помидоры. Это, конечно, очень удивительно и неприятно, когда 22 июня уже считается полноценное лето. Люди не ожидают. Приходят заморозки и все убивают. Страшное дело. Я вот мужу сказала, я говорю, представь, если бы сейчас ударил мороз, все у нас убило бы. Это сколько труда с самого февраля месяца, полгода мы. Трудились, старались, что-то высаживали, поливали, ухаживали за ними. И раз ничего нет. Не пожелаю никому. Желаю всем, чтобы вас обошел и мороз, и град, и ураганы. Смотришь по телевизору, какая погода, это точно светопредставление. Срывает крыши, все уносит. У нас нынче, еще раз повторю, нас прям обходит стороной. Вот прям краем, краем, по краю, по краю. Где-то рядом пройдет, а нас не трогает. Что за чудеса нынче. Но я рада. Желаю всем такой же погоды, как у нас. Пусть немножко было у нас холодно 3 дня, но это нормально, не так страшно. Все, до свидания. Вот сейчас входила по рядам, нашла несколько колышков, которые упали. Очень сильно нагружены урожаем томаты, которые... А после дождя земля становится влажной, такой мягкой. И куст, если немножко начинает... Томаты, вот они большие, начинают клониться. И может куст завалиться. Вот в трех местах завалилась. Сейчас надо поднимать, снова устанавливать. Да, дождик. Вот куст тоже еще не выпал в проход, но он хорошо, что завалился туда. Уже склонен к заваливанию, потому что такая тяжесть уже нанизалась. Но томаты не выдерживают колышки. Вот надо сейчас все заглублять посильнее. Мы когда вставляли, было же сухо, у нас же все жара, жара. А теперь грунт размок, и все валится. Чтобы сэгономить время, не ходить по рядам, не смотреть, много ли завалилось томатов, решила со второго этажа залезть на второй этаж над баней. У нас тут комната отдыха и посмотреть. Но это бесполезно. Они уже все томаты сомкнулись в единое зеленое море. И придется все-таки проверять каждый ряд. Да, разрослось все после дождя очень сильно. Прям джунгли. Вот сейчас новая волна пасынков попрет. Надо выходить опять посынковать и подвязывать еще на раз. Дождь это такой стимулятор пасынков. Прям джунгли.